Слонсникерс.ру Слонсникерс.ру Заходи, выбирай и покупай. Ссылка на магазин будет под видео. С вами канал Убивай БПМ. Мы начинаем. Поехали! Алишер отметил день рождения в своем ресторане Кайф Провененс. На торжество были приглашены только родственники и близкие друзья. Среди гостей были замечены возлюбленная артиста Дилара, блогер Эльдар Джарахов, тикток-звезда Дани Милохин, Слава Мерлоу и диджей Смэш и многие другие. Моргенштерну подарили несколько тортов с его изображением и ледяную скульптуру, внутри которой была спрятана бутылка коллекционного алкоголя. Остальные сюрпризы рэпер предпочел не показывать в социальных сетях. Артист не так уж и охотно делился происходящим на праздновании. Через некоторое время после своего дня рождения, Алишер поделился в сториз, что готов помочь легендарным камбэком Янг Трэпи. Да-да, тому самому. В Клабхаусе Алишер вообще сказал следующее. Первое интервью Янг Трэпа состоялось сразу же после его освобождения. Чуть ли не у ворот колонии, его встречала команда блогов Писка. Новый выпуск уже на ютюбе, в нем вы можете собственными глазами увидеть, какие перемены произошли с худым длинноволосым трэп-модником за 5 с лишним лет за решеткой. А также послушать его фристайлы, побывать у трэпа в гостях и посмотреть на первую вечеринку после освобождения. На самом деле Янг Трэпа довольно много говорил про своих коллег. И вот что он сказал про Моргенштерна. Видел, что Моргенштерн тебя респектовал на вписке? На вписке? Нет. Видел только одно видео, где он меня респектует, как я знаю, как мне сказали по телефону. Это было неоднократно, даже пел мои песни на своем концерте. Ожидать, что у них действительно может получиться неплохой коллаб. Во многом трэпа прав, все, что он пропагандировал в начале своей карьеры, сегодня уже является основой жанра. Когда он начинал, трэпа в России было немного, а уже сегодня этот звук заполонил все колонки и плейлисты. Вот старая цитата Алишера. Мы уже делали ролик про трэпа, где рассказывали, что ему респектуют вообще большая часть отечественной рэп-тусовки. А это О'Джи Будда, Сода Лав, Майо, Трил Пил и даже Димаста, с которым у него не так давно вышел фит. Вернемся к Алишеру, который, кажется, сдержал свое слово. Вот что можно было увидеть в его историях сегодня ночью. Алишер собрал свою переносную студию. И поехал к Янг Трэпе в особняк, дабы записать еще один крутой фит, который, видимо, выйдет уже совсем скоро. Как вы знаете, ни один трек Алишера не может пройти мимо чартов, а значит и Янг Трэпа там окажется рано или поздно. Кстати, не только с Алишером, у него планируются совместки. 11 февраля Биг Баби Тейп представил отрывок нового трека, посвященного Янг Трэпе. А на стриме Трэпа заявил, что фит с тейпом выйдет уже через месяц. Немножечко, немножко послушаем. Свобода это рай, Килли Роуз. Ладно, как на свободе, свобода это рай. Трек с тейпом через месяц. В Тулу, по поводу концерта в Туле пишите моим менеджерам. Послушаем. Можно вспомнить, что недавно Моргенштерн фотографировался в своем ресторане вместе с Яниксом и Биг Бэби Тейпом, который сегодня, кажется, примеряет на себе новый образ, отрастив себе бороду. Возможно, это будет совместный трек трех исполнителей, кто знает. Остается только ожидать дропа. Кстати, со вторника на среду должен выйти клип и трек Янг Трэпа под названием First Day Out. Видимо, песня будет посвящена освобождению исполнителя. Возможно, от трэпа нам стоит ждать и межнациональных фитов. На вписке стало ясно. Янг Трэпа ни о чем не жалеет и уверен, что если бы не сел, то не создал бы много хороших текстов. Цитата. «Это моя гордость, мои бриллианты. Время покажет, что это то, чего еще не было, чего никто не создал». Продолжение цитаты. «Такая огромная поддержка со всего мира – это того стоило», заявил Ширяев. Американский рэпер Вака Флака Флейм послушал песню Янг Трэпа и захотел записать совместный с ним трек. Как утверждает Ширяев, на его сторону также встали самые известные и влиятельные люди шоу-бизнеса Российской Федерации. Вот видео, где Вака Флака смотрит клип Янг Трэпа и хвалит его. «Охер сейчас. Сразу видно. Понравился Трэпа. Понравился». Также зарубежные фиты грозят и Алишеру. Похоже, это будет второй фит с Лил Пампом. В сети ходят слухи, что на долгожданном альбоме американского рэпера Лил Памп 2 мы таки услышим Алишера. А выпустить этот релиз Гадзи Гарси хочет уже в этом году, в самое ближайшее время. Лил Памп 2 – это третий альбом исполнителя. Первая пластинка под названием Лил Памп вышла в 2017 году. Он анонсировал название релиза в треке «Pose to do». Известно, что на альбоме будет 77 треков. Это, пожалуй, станет рекордом в рэп-игре. Примерный список треков уже сейчас известен, и его можно посмотреть в Джинниусе и на других ресурсах. Если всё срастётся, Алишер появится на одном релизе вместе со Смок Пёрпом, Ски Маском, NBA Янг Боем, Янг Тагом и Гучи Мэйном. А вот это уже достижение. Второй фит с Лил Пампом возможен, хотя бы потому, что первый совместный трек с Алишером разорвал все чарты в ноябре 2020 года. К слову, Лил Памп предлагал Моргенштерну даже записать совместный альбом. Потом мне Лил Памп сам позвонил и говорит, типа, давай, типа, сделаем альбом вместе. Вот, но я, типа, сказал, нечего, ну, не вы слишком. Когда ходили об этом слухи, типа, всё-таки, да нет, это не может быть. У тебя же просмотров на клипах в два-три раза больше, чем у Лил Пампа. Ну, сейчас. Сейчас, да, да. Сейчас? Ну, он сейчас, типа... И он же, ну, ты думаешь, он, типа, этим... Выходит, пытается выйти на русский рынок? Я слышал, что его здесь любят больше, чем вообще где-либо. Да, в Америке, насколько я знаю, его не очень сейчас любят, особенно после вот этой агитации за Трампа, да, и то, что... Да, в принципе, чуваку на самом деле вот абсолютно п**й. Он просто, типа, объ**ывается и ни о чём не думает. Всё за него делает менеджмент. Вот, и типа, даже, б**ть, он даже е**ную историю не мог выложить так долго, когда трек вышел, потому что, типа, ну, ему просто д*****. Один рэпер, как этого, б**ть, Трампа, второй кремлёвский. Второй, да, спелись, б**й. Иеееееееееееееееееееееееееееееееееееееее путинские заказы, б**ть. Как мы видим, Алишер подписал контракт на два трека, а значит, мы будем ждать второй фит. Неизвестно только на альбоме или нет. А на сегодня у нас всё. Чего вы ждёте больше, фита с Янгтрэпой или с Лиллпампом? Пишите своё мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!